Привет всем любителям пива, добро пожаловать на очередной обзор на канале Beer Channel. Сегодня у меня очень необычная Балтика на столе, мне удалось заполучить одну из бутылочек лимитированной серии легендарной шестерочки. Видимо, решили свой самый лучший продукт сделать еще лучше. А уникален этот продукт тем, что он был сделан специально ко дню Балтийского Портера, который проходил 10 ноября в Санкт-Петербурге. По этому случаю была целая конференция и это не какая-то специально сваренная Балтика 6, как многие любят думать, что на какие-то выставки, какие-то мероприятия пивоварни делают отдельные какие-то партии. Это обычная Балтика 6, которую просто взяли и залили в дубовую бочку, выдержали на протяжении 120 дней. И, кстати говоря, эти бочки были заранее изнутри обработаны хмелем, который должен был сделать напиток мягче, вкуснее. Не знаю, как раз у нас на этом пакетике, который немножко подостаскался в процессе транспортировки, как раз-таки и нарисована у нас бочка и, собственно, сами шишечки хмеля. Всего у бочки было закрыто 90 литров этого продукта, оттого мне еще больше не терпится его попробовать. Поэтому давайте, наверное, скорее распаковывать. Кстати, шортик на этот видос тоже будет отдельный для скорострелов, скажем так. Но я изначально хотел снять просто шорт, но потом подумал, ну нельзя, нельзя. Вот такой продукт, хочется как-то вот помедленнее все это посмаковать, пообсуждать, поговорить о нем. Поэтому давайте скорее смотреть, что у нас там внутри. А внутри вот такая вот бутылочка, обернутая в красивую вот крафтовую бумагу. Смотрите, как классно это все выглядит. Очень все так прям по-премиальному, надо сказать. Балтика 6, Портер, 120 дней выдержано в дубовой бочке. Но для начала хочется сказать пару слов об обычной Балтике 6 Портер. Я не зря с самого начала сказал, что это лучший продукт, который есть у Балтики. И я действительно так считаю, потому что это интересное многогранное пивко, хоть и не без изъянов. Как я уже упоминал в предыдущих своих обзорах, у меня есть обзор в ТикТоке, который потом перекочевал в Ютуб коротенький. Есть большой обзор на Балтийские Портеры, где Балтика 6 тоже себя довольно-таки неплохо показала. И в целом, это не только мое мнение, это самый титулованный продукт, который есть у них. То есть это объективная оценка, а не какого-то там диванного эксперта с Ютубчика. И также это единственный российский сорт пива, который попал в книгу 500 великих марок пива от великого пивоведа, эксперта, журналиста по имени Майкл Джексон. Не путать с музыкантом, у нас в пивной сфере тоже есть свой король. К сожалению, его тоже уже нет в живых, возможно, сегодня он добавил бы в свою книгу еще какие-то российские сорта, но по тем временам Балтик 6 действительно был самым интересным продуктом. Ну а про сам стиль пива я уже рассказывал в своей битве Балтийских Портеров. Если коротко, то он зародился в Польше и отличается он от английского Портера тем, что он был сброжен не как Эль, а как Лагер, то есть низовыми дрожжами. А здесь у нас Балтийц, который еще и был выдержан в дубовой бочке, и от этого у меня самые лучшие ожидания, потому что я знаю, что хуже точно не будет. Ни одна бочка еще ни разу не испортила продукт. Например, те, кто занимается крепким алкоголем, не дадут мне соврать, что бочка это очень классная вещь. Она выравнивает напиток, делает его более мягким, более ровным, более глубоким, насыщенным по вкусу и придают ему какие-то дополнительные вкусовые оттенки. Ну, тоже зависит от бочки. Да что далеко ходить? Тот же виски это тупо самогон, который был выдержан в дубовой бочке. Поэтому с пивом здесь ситуация будет ничуть не хуже, я думаю. Ну и, конечно, я бы был не я, если бы мне не захотелось сравнить лимитированную Балтикус 6 с обычной магазиной, поэтому сегодня будет двойной обзор, можно сказать. Я решил его не делать вслепую, изначально думал, может быть, что-то заморочится, но, скорее всего, здесь и разница будет ощутимая. И вслепую это пробовать, ну, просто не имеет никакого смысла. Поэтому давайте скорее наливать и пробовать. У меня тут два бокальчика заготовлено, более такой фактурный мы оставим вот для этой Балтики и обычный для Балтики 6. Немножечко сейчас нальем, немножечко дадим им подышать, постоять. Да, конечно, открывать такое пиво была задача не из легких, но что нравится, во-первых, пышная пенка, в отличие от обычной Балтики 6, а во-вторых, вот такие крупные пузыречки. Для кого-то это показатель классного качественного пива. Что ж, давайте оценивать ароматик. Ну, здесь стандартный, богатый такой нажористый аромат, жареного солода, чувствуется шоколадочка, чувствуется кофеечек, немножечко жоночки, никакой спиртозности, очень приятный вкусный аромат. А в лимитированной Балтике аромат вроде бы такой же, как и у обычной Балтики 6. Он ровно прям похожий, но, вы знаете, какой-то более благородный, более глубокий, несколько объемный даже. Ну, очень по-богатому, надо сказать. Пахнет это пиво. Ну, давайте пробовать. Знаете, я вот сейчас пью вот эту обычную шестерку и не могу остановиться, потому что больше во мне не надо, в принципе. Меня здесь все устраивает. Настолько мягкое, классное, сбалансированное пиво. Оно, с одной стороны, плотное, но в то же время, вот в чем плюс именно Балтики 6, в том, что оно в то же время питкое. Его хочется пить и пить дальше. Если брать какого-то Балтийца, особенно там есть Империал, Балтик, Портер какие-то, они тягучие все, их много не выпьешь. А вот эта вот бутылочка, она залетает вообще на ура. И как они здесь пишут, насыщенное пиво, сочетающее до 6 оттенков вкуса, от легкой саладовой сладости до кофейной горчинки в послевкусии. И здесь реально все это есть. Действительно, классное, самодостаточное пиво. Что может быть здесь еще лучше, сейчас мы проверим. Но для начала пьем водичку. Блин, кстати, поймал себя на мысли, хотел сделать глоток, но подносишь вот так бокал, а глоток делать не хочется. Хочется его нюхать. Очень классное, благородное. Смотрите, пенка, насколько здесь пенка более такая богатая, приставучая. Прям вот, ну действительно, очень классно. По-премиальному выглядит это пиво, действительно. Но все же попробовать надо. Ммм, а здесь, знаете, прямо-таки вкусно. Очень вкусно. Вообще, просто шикарно. И вкуснятина такая, что... Если по аромату очень похоже, то по вкусу здесь прям разительно отличается. Если вот это вот балтийский портер, то я бы сказал, что здесь вот прям имперский балтийский портер. Потому что настолько он благородный, настолько глубокий, настолько вкусный. И, как они здесь заявляют, почему-то первую скрипку играет именно вот эта винная кислинка. И настолько это классно и дорого воспринимается, что если бы мне дали попробовать это вслепую, я бы сказал, что это какой-нибудь, знаете, выдержанный шотландский эль. И что мне нравится, вот эта кислинка, она не кричащая, не уксусная. Такая прямо-таки хорошая, приятная, от молодого, знаете, сухого такого красного винца. Это первое, что мы чувствуем на глотке. При этом она надолго у нас задерживается во рту. Но по мере того, как она нас начинает отпускать, уже выстреливают ноты шоколада, ноты кофеечка. Вот эти вот жареные тона жареного солода. Прямо-таки все классно, вкусно сбалансировано. При этом пиво воспринимается несколько плотнее, нежели чем обычная Балтика 6. Поэтому я бы сказал, что это Imperial Baltic Porter. Очень многогранное и вкусное пиво. Честно говоря, я прямо-таки удивлен, поражен. Потому что, ну, ожидания были гораздо ниже. Я знал, что дубовая бочка, это хорошо. Но чтобы настолько прямо-таки поменять напиток, это прямо-таки, ну, слушайте, браво, браво. И вот кто скажет, что это Балтика вообще? Да я в жизни никогда, каким бы там титулованным пивным экспертом не был, налейте вслепую вот это вот пивко, скажите, что это Балтика 6, которую просто выдержали в бочке. Никто никогда в жизни не поверит. Я, пожалуй, попробую все это еще разу. Слушайте, я вот сейчас пробую по очереди. И то, и то, в принципе, классное, вкусное пиво. Я не могу остановиться, если честно. Это, наверное, один из немногих будет обзоров, которые я прям вот оба экземпляра с удовольствием до конца допью. Единственное, в чем разница, хочется, да, вот, ну, чтобы так объективно. Вот это обычная магазинная Балтика 6. Можно сказать, что пиво на каждый день. Взять себе бутылочку за ужином, прям вот, особенно если с мясцом каким-нибудь стейк себе пожарил. Вот так вот солькой посыпал. Прям просто конфета зайдет вообще на ура. А вот это несколько праздничное пивко. Можно сказать, на каждый день его не возьмешь. Много его тоже не выпьешь. Но, честно говоря, я бы хотел иметь возможность взять себе, ну, раз в месяц, допустим, вот такого вот пивка. И чисто вот посидеть, кайфануть. Даже мяса никакого к нему не надо. Вот просто сидеть с таким бокалом и цедить вот весь вечер за просмотром, там, любимого сериала, любимого фильма и так далее. Здесь вкус более простой, более питкий. И здесь уже добавляется некая сложность, некая объемность. И вот эта вот винная кислинка добавляется. Ну, и плюс, конечно же, алкогольность чуть больше чувствуется. Но при этом, опять же, никакой спиртуозности. Все классно сбалансировано. Так что хочется видеть побольше интересного пива. Почему, например, в США на рынке есть имперский стаут от Балтики, а у нас его нет почему-то. Ну, и мне вот лично непонятно. Ну, и конкретно вот этот вот лимитированный сорт, если он все-таки пойдет в серию, я буду лично очень рад и очень счастлив. Потому что, ну, 200-300 рублей я вот честно готов буду своих кровно заработанных отдать, чтобы раз там в месяцок купить себя, побаловать вот этим вкусным, приятным пивком. Я понимаю, что в масса, конечно же, его не пустишь, бочек не напасешься просто на такое количество пива. Но вот какими-то вот небольшими сериями, которые разойдутся по крафтовым магазинчикам, почему бы, собственно, и нет. В общем, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо всем, кто лайкает, комментирует каждое мое гребанное видео. Мне кажется, я вас уже по никам просто наизусть знаю. Ну, и в завершении, с наступающим Новым Годом здоровья, вам счастья, мирного неба над головой и побольше, побольше яркого, вкусного пива. С вами был Алан, оставайтесь на канале Бир Ченнел, до новых встреч, пока!